Праздник с пользой. Интеллектуальная игра Росквиз в день российского флага прошла на территории парка культуры и отдыха имени Ларисы Лазутины. В интеллектуальной игре сразились четыре команды из представителей разных общественных организаций города. Хорошая интеллектуальная игра, которая во-первых сплачивает, а во-вторых дает развитие, но самое главное это все слои нашего населения, общественные организации, которые в день российского флага собрались и отмечают этот праздник. Клубнички из активного долголетия, богатыри из общественной палаты, юно-армейцы, молодогвардейцы. Все команды настроены решительно. Разный возраст, уровень знаний и подготовки. Настрой у нас боевой, мы в общем-то всегда побеждаем, поэтому и в этот раз мы думаем победим. От своего лица хочу сказать, что мероприятие очень важное, тем более посвящено такому знаменательному событию, поэтому проиграть мы не имеем права. Самые старшие участницы из активного долголетия не менее оптимистичны. Проштудировали школьную программу, освежили в памяти забытые знания. Читали книжки, учебники за 8-9 класс в интернете. Прочитали много нового. В голове, конечно, все смешалось. Но надеемся только на победу. Пять тематических раундов, 10 вопросов в каждом, 30 секунд на обсуждение. За использование гаджетов – штрафные баллы. Такой формат интеллектуальных встреч становится масштабнее с каждой игрой, говорят организаторы. Проект стал уже федеральным, стартовал у нас, кстати, в Подмосковье. Вызывает огромный интерес. В прошлом году у нас все муниципальные образования приняли участие в таком соревновательном моменте Росквизов. И в Коломне в конце года прошел большой такой заключительный финал. Поэтому мы увидели обратную связь, мы увидели желание людей поиграть еще раз. Подумали, ну почему бы нет, давайте будем продолжать. Вопросы с каждым раундом все сложнее. Все они связаны с современной историей России и приурочены к празднованию Дня государственного флага. Я рада, что такой флешмоб, потому что вопросы все связаны с флагом. Но тут должна быть и смекалка, и знание. Я думаю, что самое главное – это общение. Результаты не главное, говорят участники. Важно хорошее настроение и полученный позитив от увлекательной игры. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.